Старшие поколения и молодежь чаще всего попадают в сети мошенников. Это подтверждает статистика. В наш век цифровых технологий опасность постерегает буквально на каждом шагу. Школьница Екатерина знает об этом не понаслышке. Очень часто мне приходят смс с просьбой о том, чтобы я перевела деньги на счет. Или с просьбой, я случайно перевела вам деньги, можешь, пожалуйста, вернуть мне назад. То есть, если я ничего не переводила, значит, это уже какой-то риск. То есть, приходят какие-то пароли, чтобы я сообщила. Вместе с другими ребятами Катя пришла на фестиваль финансовой грамотности, чтобы больше узнать о кибербезопасности. Как распознать финансовое мошенничество и как научиться ему противодействовать, подробно рассказали эксперты Центробанка. А чтобы обучение не было скучным, гостям фестиваля предложили поучаствовать в конкурсах и побывать на мастер-классе «Лаборатория денег». Очень интересная сейчас была лекция, и нам рассказали, наверное, не о всех, но о многих водяных знаках, о многих мер защиты, которые есть на деньгах. Я думаю, это полезно и школьникам, так как они, наверное, из года в год все будут чаще и чаще сталкиваться именно с деньгами. Сейчас, наверное, им дают родители, но дальше уже будут зарабатывать сами. После мастер-класса взрослые и дети фотографировались с мешками и ящиками банкнот, разбирались, как работают счетные машины. А на выставке были представлены бумажные банкноты России, начиная с 18 века и до наших времен. По роду деятельности мы сталкиваемся с огромным количеством жалоб, вот именно в части обманутых потребителей, которые жалуются на разнообразные. Обман, обвес, общет, нарушение прав. И вот это мероприятие сегодня, повышение финансовой грамотности, ну не только финансовая, это правовая грамотность населения, она очень востребована и радует то, что очень много молодых людей, и молодых людей, пенсионеров, то есть все срезы, я думаю, принесет огромную пользу, то есть на пользу пойдет всем. Первый в нашем округе фестиваль финансовой грамотности прошел динамично и интересно. Все, кто смог его посетить, ушли с немалым багажом полезных знаний, которые обязательно пригодятся в дальнейшем. Чтобы финансы не пели романсы, необходимо учиться обращению с ними. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.